О том, что красный сигнал светофора запрещает движение, а зелёный разрешают, все знают с детства. Однако есть исключения из этого правила. Дорожный знак «Уступи всем и можно направо» предлагает водителям поворачивать даже в том случае, если на светофоре горит красный. В сети активно обсуждают, как это отразилось бы на Ивановских дорогах. В настоящее время в Москве проходит эксперимент с дорожным знаком, который называется «Уступи дорогу и можно поворачивать». Поступило предложение использовать этот знак на улице города Иваново, поэтому данный вопрос мы всесторонне изучаем с привлечением общественности и ГИБДД. В столице этот знак установили на шести перекрёстках, где нет интенсивного потока пешеходов. Инициатор нововведения планировали таким образом сократить количество заторов. До московских пробок Иванову, к счастью, ещё далеко, однако это не отменяет соблазна проскочить на красный. Ивановский общественник Илья Пигалкин предостерегает, необдуманное нововведение может стать причиной аварий. В Твиттере, в Фейсбуке, на Ивановской Браховке, во Вконтакте был проведён опрос, который показал, что в общем и целом водители скептически относятся к этому нововведению. Повторяю, те, которые пытаются соблюдать правила дорожного движения. Такая система уже давно внедрена в дорожную сеть Соединённых Штатов. Впрочем, на Западе знак – лишь малая часть сложной системы. В Иванове же светофорные объекты сконфигурированы таким образом, что на каждом участке дороги может скапливаться строго определённое количество автомобилей. Внедрение знака, уступив всем и можно направо, сломает эту систему. Если мы разрешим поворот на красный, значит мы будем забивать полностью всё пространство до следующего стопора. Вот, например, в Америке днём это запрещено. Ночью, пожалуйста, остановись, уступи всем дальше, езжай. У нас получается, что нужны уже не один какой-то там знак разрешающий, а ещё требуется много дополнительных. А это ГОСК, это мнение ПДД, в общем, всё очень сложно. Полностью отказываться от идеи ввести дополнительный дорожный знак, который поможет справиться с пробками, конечно, рано. Однако, подходить к нововведениям стоит осознанно. В первую очередь, чётко решить, нужен ли на том или ином перекрёстке ещё один разрешающий знак. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.